Здравствуйте. Садитесь. Было время, когда учитель был очень важной фигурой, и когда это был уважаемый человек. И практически, если шел учитель, то все ему кланились. Но это было время, когда учитель был единственным источником информации. Сейчас ситуация изменилась. Но разлом между прошлым и настоящим куда глубже, чем кажется. Люди говорят, время меняется. Все скоротечно. Но это не так. Шерхамурта записал, что время на годы, месяцы и часы делят людей. И на самом деле время вечно. Нет конца и начала. То есть скоротечна сама жизнь. И меняются в ней только люди, взгляды, восприятие технологии и даже государства. В Казахстане есть несколько групп социальных или общественных, которые сформировались. Есть наши родители. Выросли на идеологии Советского Союза. Обучение там получили. У них ценности все от Советского Союза. Мы родились в советское время, но мы уже начали формироваться при независимом Казахстане. Потом пошла уже новая генерация, которая родилась в современном Казахстане и которая уже формирует в современном Казахстане. И, к сожалению, до сих пор вот эти группы, они между собой ценности этих групп не нивелированы. Сбой в системе образования произошел, как говорят специалисты, больше ментальный. Если старшее поколение считало, что высшее достижение ребенка – это красный диплом после вуза, то поколения Y и Z воспринимают ценность образования абсолютно по-другому. Для них кумиры – это Билл Гейтс, который бросил Гарвард. Для них кумиры – это Марк Цукерберг, который бросил Стэнфорда. Это кумиры – люди, которые сформировались немножко по-другому. И вот такое общество 18 миллионов, которое разделено на такие три группы, а мы хотим их всех загнать в одни рамки. В этом, я думаю, есть какой-то вызов. Это не проблема, это интересный вызов. Но в итоге педагоги, статус которых мы должны сейчас определить, они призваны, чтобы все это в единую модель сформировать. И вот сказать, национальный код, национальная модель Казахстана – она вот такая. Проще говоря, система образования – это нить, на которую можно и даже нужно нанизывать нечто большее. Не просто книги и теории, а смыслы и образ мышления. Но прийти к этому без поднятия статуса преподавателей невозможно. И начинать нужно. В первую очередь, это заработная плата учителя. Она не должна быть ниже, чем средняя по стране, она должна быть еще и выше. Второе – это невозможность использовать учителя в качестве какой-то подсобной рабочей силы, как вот сейчас это делают акиматы, когда учителя убирают в так называемых субботниках всю территорию города, когда они исполняют другие задачи, переписывают, население приходят. Учитель – профессия творческая. Зажимать рамками стандартов, сверху придавливать отчетами и сбивать с ног обязательной общественной работой нельзя. Но так происходит под прессом. Бесконечных образовательных реформ учитель не успевает изучить, перенять и внедрить новые методологии. И тут начинается гонка за показателями, в которой наш учитель чаще проигрывает зарубежным коллегам. Мохамбет и Дин Мухаммед учились в американской школе, вернулись в Казахстан. И сейчас на собственном, хоть и на маленьком, но на опыте могут сравнить две системы образования. По моему мнению, учителя за границей не такие строгие. В Америке иногда по пятницам мы ходили играть в парк. И когда уроки заканчивались, мы выходили на улицу играть. А когда ты не знаешь ответ, учитель не ругал. Например, в Америке, мне кажется, учителя должны быть немного строже. А в Казахстане немного добрее. Этого не хватает. Я скучаю по мистеру Си. Каждую неделю за хорошую учебу он вручал диплом и игрушки. За то, что я собирал бабочки, он мне дарил жирафа. Такие вольности у нас кажутся невозможными. Дисциплина, зарплата, да и занятость учителей не позволяет. Но есть надежда. В законе о статусе педагога их хотят освободить от несвойственных функций и дать возможность прорабатывать свою методику обучения. Как это сделано в Финляндии. Например, в системе образования Финляндии педагоги они максимально независимы в первую очередь. Они могут определять сами модель преподавания, они могут определять сами стандарты преподавания. То есть им государство дает минимум, который они должны соблюдать. Вот смотрите, есть образовательный стандарт, который у нас в Казахстане. Мы этот образовательный стандарт берем как максимум для наших педагогов. Если ты достиг его, то он у тебя все. Ты нормально работаешь, ты педагог. В Финляндии же, наоборот, этот образовательный стандарт, он для них минимум. То есть они на его базе дальше уже взращивают свои собственные инструменты развития. Отечественная система образования была нацелена на конечный результат. На пути к ней смывались важные моменты. Например, как качество учебников, которые постоянно переписывались. Хотя и здесь нужно быть справедливыми. Есть и эффективные новшества. В этом году в государственную систему образования внесли изменения, так как ученики старших классов могут изучать не 19 обязательных, а 10, 12 обязательных предметов. Мы первая школа, которая эти изменения применила на практике. Наши ученики могут сделать уклон в пользу своей будущей профессии. То есть выбирать те дисциплины, по которым при поступлении в ВУЗ они будут сдавать экзамены. Подводить формальные итоги можно мировым рейтингом. Так, по исследованию Международного центра Лигейтум Институт, в прошлом году Казахстан занял 35 место по индексу образования среди 149 государств. Впрочем, этот показатель может улучшиться. Наша страна может обратиться за опытом Финляндии. Система образования которой признана лучшей на планете. К слову, точечные решения можно перенять у стран-участниц ОССР. Это тот клуб держав, куда и стремится Казахстан.